Виталий приветствую тебя на торговой сессии. Среды важный день как ты прекрасно понимаешь даже если друзья кто-то из вас не обращает внимание на фундамент просто знаете сегодня денек обещает быть интересным не менее интересным чем завтрашняя торговая сессия сегодня у нас статистика по ввп сша сегодня у нас данные по запасам нефти и сегодня же подведут итоги двухдневного заседания американского регулятора состоится пресс-конференция председателя фрс джерома паула очень хорошо витали то что у нас вот возможности есть встретиться именно на сегодня перед началом скажем самых интенсивных движений и хотелось бы попробовать вместе с тобой дать сегодня рекомендации по тем активам которые могут показать интересные движения ну давай собственно это и сделаем начнем по старинке с меня так демонстрация экрана должна была уже пойти на все отлично хотелось бы сначала подвести итоги тех рекомендаций которые давались в прошлый раз то есть фактически понедельник была идея по продаже пары фунт-доллар с отметки 1.2370 то есть фактически которая совпадает вот с этой линии до нее мы не добрались и хорошо потому что фунт даже не думал снижаться более того фунт улетел в район отметки 1.25 я бы хотел сказать то что это потолок для этого актива и дальше будет только коррекция ну вот после того как мы протестили 1.25 действительно последовало снижение но очень быстро все все стали обратно выкупать я честно говоря не знаю на чем растет британская валюта потому что движение фунта а сейчас более интенсивно чем у большинства прочего риск и если говорить со фундаментальной точки зрения по английской экономике негатив это больше всего то есть здесь вообще абсурд на который я уже делал акцента в ходе нашего с тобой никого понедельника и статистика плохая и вот кстати говоря последние комментарии от бориса джонсона который является премьер-министром англии то есть оправившись после коронавируса он прокомментировал ситуацию и знаешь как бы человек который столкнулся лично с этим призвал все таки сейчас довольно осторожно относиться к такому понятию как смягчение карантинных мер то есть он будет топить за то чтобы режим социального дистанцирования продержался как можно дольше и я в принципе с ним согласен потому что рановато еще отказываться от опять же самых мрачных ожиданий того как коронавирус повлияет на экономику и рано выходить из карантина тем более что есть высокая вероятность повторения вспышки поэтому тем кому интересен фунт ну я лично придерживаюсь этой отложки и если все-таки пара будет снижаться дальше то тогда подхватим ее и будем ориентироваться как я раньше отмечал на движение там в район отметки 1.20 что касается второй идеи сегодня я его пожалуй немножко даже перетранслирую возьмем также за основу моей идеи сегодняшней по бренду был стоп с уровня цел стоп 2340 практически мы в сделке сейчас находимся я считаю что сделку нужно короткую держать и вот сегодня на своем брифинге я предложил трейдерам действовать следующим образом что если у нас сейчас ожидание по запасам того что они будут увеличиваться тем самым усиливать негатив того что нефть фактически некуда девать все хранилища забиты чем больше и выше сегодня будет показатель по запасам тем очевиднее станет эта проблема нехватки мощностей для хранения ранее приводил пример также того что голлман сакс прогнозирует что пик по запасам придется на ближайшие три недели и вот как раз эти три недели это и есть отрезок когда нужно и можно торговать именно от коротких позиций поэтому тех кого интересуют долгосрочные сделки по нефти я бы вообще рекомендовал держать сэл например до экспирации июньского фьючерса который пройдет 19 мая то есть это как раз на ближайшие три недели цель как я и отмечал раньше там тейк профит можно поставить по нефти нужно поставить отметки 20 10 примерно в этой зоне в качестве стоп-лосса можно и нужно ориентироваться на планку собственно 2450 и что касается сегодняшней идеи виталий ну поскольку я все-таки фундаменталист я думаю что понятно эта идея будет сопряжена с американской валюты с индексом доллара сегодня у нас в 15.30 данные по на ввп ожидается снижение показателя на 4 процента я очень надеюсь то что трейдеры все-таки начнут работать с тем фактом что чем хуже выходит статистика по штатам и чем больше риск сейчас есть для глобальной экономики тем больше шансов укрепиться для доллара как для защитной валютно для защитного валютного инструмента поэтому сегодня в 15.30 сначала ждем поддержки для доллара от выхода слабых данных по темпам экономического роста и уже после того как начнет вещать джон пау эта пресс-конференция на 21.30 ставку конечно же не изменит я уверен однако вот в ходе пресс-конференции я жду детали того как фрс начнет и будущем будет выходить из проблемы чрезмерно раздут его баланса потому что сейчас трейдерам нужно решение этой проблемы тем более что все переживаются то что американская валюта продолжит очень сильно обесцениваться друзья в это не верьте она не будет обесцениваться мы увидим ситуацию повторения 2008 года когда доллар неплохо вырастет и этот рост последует сразу за тем как трейдеры и насколько быстро трейдеры осознает что вот проблема на пандемии она может быть решена в ближайшее время однако потом мы переключимся на классический всем известный традиционный финансово-экономический кризис и в качестве сделки по индексу доллара я предлагаю бай стопа с уровня 99.90 вот подтянуть его как раз на эту планку 99.90 тейк профита 101 и 5 это чуть повыше от этого максимума который был у нас зафиксирован 24 апреля и и в качестве стоп-лосса на чтобы выдерживать опять же пропорцию один к трем поставить стоп на отметку 99.30 т.е чуть ниже вот этого уровня я думаю что сделка по индексу доллара принесет профит и очень надеюсь то что на сегодняшнем насыщенном фундаменте у американца реально появятся шансы чтобы подрасти виталий передаю слово тебе так пошла демонстрация видно да и так приветствую всех пресса артем то нас мог кто нас будет смотреть краткий комментарий могу сделать по нефти марки бренд достаточно ее вчера так выкупили импульсом и вот видно да сейчас график бренд да 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 все отлично видно достаточно импульсом выкупили и сейчас такое ощущение что здесь готовится лонг это просто сугубо с моих наблюдений я смотрел только что этот этот июньский контракт марки light там он вчера удержали 10 10 долларов там 10 копейками 10 20 это достаточно сильный уровень плюс как психологическая цифра здесь его нету терминале ну контракта этого плюс там это откатный уровень достаточно сильный такое ощущение что по нефти могут формировать какую-то такую более сильную коррекцию без дальнейшего падения возможно там какое-то короткое будет так как волатильность большая там 100 200 пунктов туда-сюда это за один день могут сделать но могут ближайшее время конечно это такие контр тренды могут формировать там месяц и два поэтому что-то здесь наклевывается так сугубо краткий комментарий по нефти мне смотрится дальше по поводу коронавируса скажем я противоположного мнения по поводу вот карантина вот этого проводят исследования эти патологонатомы с германии которые там им запрещают делать скажем вскрытие трупов которые погибли якобы от коронавируса сделали там им запрещать это потому что чтобы не выяснилось правда и они провели там 50 человек скажем вскрыли посмотрели все умерли от своих скажем болезни кто-то там кого-то астма кого-то там артрит кого-то еще что-то и там коронавирус практически не повлиял на это все и многие говорят что лучше заболеть если ты здоровый и переболеть этим чтобы оно на тебя не влияло скажем это краткий такой комментарий поэтому противоположное мнение по поводу вот этого всей вот этого китайского насморка такого посмотрим будет ли потом разбирательство по этому поводу потому что в прошлый раз когда был этот свиной грипп там потом мос против мос тоже открывали какие-то дела что они там поднимали тоже такую пандемию ну это схлопнулось как-то сейчас посмотрим выведут их на чистую воду или нет это по поводу скажем этого коронавируса дальше по рынку у тебя индекс доллара в принципе евро доллар сейчас показываю но в начале пройдусь по своим идеям забыл евро фунт я давал в прошлый раз идею саллимит в районе 0.8750 до него не добили в понедельник и ушли вниз ну в принципе это было ожидаемо потому что точка входа была ночью повторно ее скажем не повторили то что я ожидал поэтому лимит я бы убрал и в принципе я давал также шорт золото в понедельник это на отметке 1720 где-то в этой области цели ставили первые где-то в этом районе да и вторые пониже как видим скажем более такие большие цели не добили но это в пунктах достаточно много было я ставил где-то 400 пунктов и 600 пунктов сделали всего 50 процентов движения которое я ожидал это 300 пунктов в принципе достаточно много на данный момент скажем можно кто там удерживает возможно шортил потому что было время возможность успеть зашортить здесь мы топтали здесь около 5 часов на этом уровне точки входа в шорт часть закрыть кто не закрыл еще и возможно перенести в беззабыток или выйти со сделки потому что что-то здесь какие-то странные выкупы возможно могут с текущих свалиться но скажем я уже по этой идее пока рекомендации никаких основных не даю что хотел по рынку сказать сейчас вернусь к индексу доллара евро доллара а первая идея это у меня будет сегодня биткоин кэш это криптовалюта это терминалия маркетс в принципе почему я сегодня хочу дать как рекомендацию так как если кто смотрел наши прошлые обзоры я говорил по криптовалютам что назревает такой среднесрочный рост да именно биткоин в районе там 6700 говорил вот эти зоны мы в принципе отвалили эфир вот с уровня 150 в этой области говорил лонг тоже процентов 25 отросли лоткоин аналогично 40 отросли эфир классик отросли с уровня 5 практически там сделали 15 процентов но остался еще биткоин кэш который не сделал новые скажем максимумы в этом месяце поэтому я надеюсь что он тоже сделает мы его покупали не вчера мне кажется позавчера его покупали была лучшая цена это нижняя граница в районе там 235 240 где-то в этой области мы покупали и имеем то что имеем на сейчас я предлагаю купить с текущих это у нас получается 247 со стоп лоссом получается ну желательно за минимум который был позавчера это давайте 230 и цель это получится у нас 280 такая большая можно там закрывать частями если там сделка будет немножко идти в нашу сторону потому что это скажем не 100% что мы сделаем перехай текущего месяца это получается у нас где-то 20 ну 17 ну так 1,2 там 1,2,5 то есть получается но думаю что должно стрелять я скажем свою сделку уже она висит без убытки поэтому скажем я забезубыточен дальше что касается индекса доллара сегодняшних новостей да они насыщены завтра еще больше будет моментов в принципе с идеей твоей соглашаюсь что в принципе мы можем скажем подрасти по индексу доллара это обратно получается евро доллар в шорт скажем такую идею в принципе аналогичную я могу дать но скажем хотелось бы сыграть в обратную сторону я понимаю что я могу ошибиться потому что эта сделка имеет вариант 50 на 50 с биткоин кешем я уверен там на процентов 70-80 в принципе в принципе в принципе доллар франк или евро доллар но евро доллар сейчас нету смысл уже покупать на этом на этом отрезке так 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 давай я попробую скажем попробуешь поставить лимитку по доллар франку получается 0.9750 сел сел лимит со стоп лоссом за хай получается 0.98 и падение возможно оно будет там уже до конца нашей встречи если реализуется вот эта идея и зададут жару сегодня по новостям и завтра по ЕЦБ возможно где-то в район 0.96 скажем в эту область минимум получается середина апреля это такая пусть идея хотя скажем чтобы сугубо сыграть в противоположную сторону но и поддерживают твою в принципе можно захеджироваться скажем сделать такой хедж это шартануть евро с текущих это 0.8.55 со стоп лоссом за хай это получается 0.8.95 можно поставить чтобы не сбили стоп и скажем двигаться к минимуму это минимум вчерашний и дальнейший минимум прошлой недели скажем дополнительный скажем такой вариант спасибо тебе Виталий очень интересные идеи разные идеи это хорошо то что удается озвучить сразу несколько инструментов ну все самое интересное впереди сегодня насыщенный день заседания европейского центрального банка завтра в понедельник мы с тобой уже будем надеюсь по горящим следам еще попробуем выжить что-нибудь из рынка именно от той лихорадки которая ожидается впереди хороших тебе оставшихся трудовых будней этой недели Виталий тогда до встречи в понедельник пока 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 пока